Вы думаете, что я сюда на Галиулина 1А приехал за вот этой курточкой? Кстати, советую прокатиться, посмотреть вещи, которые покупаются действительно на всю жизнь. Потому что это норковое шово, да, 5 лет и выкинули. А куртка фирменная в зиму, это вообще клево. В действительности мы сюда приехали для того, чтобы вместе с миром экстрима рассказать вам, как рыбку съесть и на сосну залезть. То есть одновременно позволить себе ездить на мощной и проходящей везде технике не попадая на транспортный, да и на любой налог. Потому что это же хорошо, иметь возможность держать фигу в кармане. Потому что государство к нам достаточно странно относится. Вместо того, чтобы сделать как в Китае и в Индии, пожалуйста, деньги направо-налево только развивайся. У нас как в дебильной Европе закручивают гайки. Ну сколько это может продолжаться? А мы все равно разводной крючек-то найдем. А для начала разведем налоговиков. А то зарплаты все у них маленькие. Налоги вдутые немаленькие. От налогов ускользаем, адреналина добавляем. Ну раз русский человек всегда приготовил фигу в кармане. Фигу в смысле того, что вот нас прикрывают, наши возможности купить себе нормальную машину. Причем не дядя Володя Путин прикрывает, а местные губернаторы. Поэтому в качестве фиги мы можем использовать Arctic Cat M1100. Вот такая фига. Со 162-й, самой длинной гусянкой. Здесь 177 лошадиных сил. Если какой-нибудь придурок вам скажет, что срочно необходимо такую технику ставить на учет. Во-первых, если вы на трейлере везете, это ваша собственность. Во-вторых, извините, догнать мотоцикл, снегоход точнее, который уматывает ото всех. На заднем колесе, на самом длинном. Максим спросил, а где крылья-то? Я говорю, крылья нужны. Со скоростью 160 км в час ни на чем не удастся. Естественно, ну, что-то мотоцикл, в смысле снегоход таких денег стоит. А он того стоит, поверьте мне. Вот, а вот, чтобы вот нормально уехать, вот надеваем такие очки. Вот, здесь есть... Я думал, там мониторчик стоит, а там линза стоит. Да-да-да, вот там. Вот, и в нем строит GPS-навигатор. То есть, вам продемонстрируется прямо на глаз, спроецируется, во-первых, скорость вашего перемещения, во-вторых, где вы находитесь, и кратчайший путь до дома. Ну, или до того места, что делать нельзя на белом снегоходе. Так что, мир экстрима, это то, что доктор прописал. В то время, когда экстрим буквально начинается. Но, имея вечные ценности, понимаешь, что кризис среднего возраста прошел. Начинаешь думать о каждом красочном дне. Раскрасим его квадроциклами, снегоходами и аксессуарами. Плавненько так мы докатываемся до осознания того, что автомобили мы будем покупать с объемом двигателя 1100-1400 максимум. А лучше еще и те автомобили, на которые транспортного окна не распространяется практически. То есть до 150 лошадиных сил. Sorry, покатались. Теперь про то, что реально купить. И на что не надо кредит вообще никакие брать. Вот такой снегоход. Каюр. Я же вам говорю, что снегоходы здесь, в мире экстрима, начинаются от 150 тысяч рублей. 149 тысяч рублей. Нормальный снегоход, от которого под каюр это только название, потому что двигатель там Хонда. То есть в принципе по цене дорогого снегохода, ну это для тех, кто уже может себе позволить и хочет продемонстрировать все свои преимущества. Можно купить снегоход, квадроцикл и мотоцикл. А еще на снегоуборку останется. Я тут много завезли. И снег будет, и зима будет. И не надо будет корежить спину, как это не делают ни в Штатах, ни в Канаде, ни в Европе, ни в Китае. Нет, спасибо, спина у нас одна. Докторов хороших нет. Операция на позвоночнике стоит дороже снегоуборочного комбайна. Да и если не варить из рашки, то бороться со снегом придется каждый год. Нет, не надо бороться. Техника есть. Знаете, этот год мне дал очень много негативных эмоций. Потому что был у меня кофе очень хорошее. Я не мог найти себе персонал. Потому что западло людям зарабатывать 9 тысяч рублей. Практически ничего не делаю. Это техника. Это американская, это китайская, ну и естественно японская. Она вам позволяет за сутки заработать минимум 5 тысяч рублей. Потому что именно столько стоит почистить дворик возле любого магазина. То есть если хороший снегопад, то техника стоимостью, ну, в 60 тысяч рублей оправдается за неделю. А дальше чистая прибыль. К слову о том, что мы не умеем деньги зарабатывать. Умеем мы деньги зарабатывать, а просто голову не хотим включать. Теперь про то, что попробовать пришлось. Но сразу скажу. Не верилось, что Китай настолько хорош. ЦФМОТО настолько хорош, что на ура продается и в Америке. Причем по цене в два раза дешевле конкурентов. Все как положено. Водянка, вариаторы, пониженная. Лебедка в наличии. И особенно порадовала панель приборов. Все электроника. Единственное, что ранее не делал, не ездил на квадрике с лопатой. Однако, понимая, как АТВшка может грести, квадрик и лопата – это лучшая замена Белоруссию. Да и залезть он может туда, где трактор не развернется. Вот в раз я пробовал новость и для себя, и для вас. Но, естественно, не забываем про ЦФМОТО. Потому что на такой технике можно нарушать все правила. Не ставить ее на учет. Ездить, где хотите. А в том числе и снег почистить. Ребеночки выцепляем в лопатку. Все очень просто. Вот так вот, в первых стримах. А куда приехать, туда. Пересечения улицы Сталеваров. И советская, галюлиная. Вот так вот.